Так, друзья, я к вам в таком домашнем виде, надеюсь, вы не против. У меня утром, я собираюсь завтракать. Ну что-то, знаете, немножко я повеселела, повеселела после этих капельниц. Не то чтобы после, а просто был перерыв там на выходных. И вчера вообще, конечно, трешовые капельницы были. Я просто вообще... Четыре разные медсестры. Три не попали в Вену, одна попала. Какая удача. Просто капец. И главное, одна такая, там была такая молодая, видно, на первый день работала, или второй. Она не попала, и ржет, такая, ха-ха-ха, типа, не попала. Ну и что? С кем не бывает. Вообще просто. Короче, у меня получилось, в левой руке не попала, значит, в правой руке в верхней части не попала. Потом начали околоть в кисть, в кисть в одном месте не попала. И вот пришла четвертая медсестра, это, как ее называют, главная там, или, в общем... И попала сразу, и все у нее хорошо пошло и без проблем. Ничего не надувалось, никаких побочных эффектов не было. Так, в общем, я тут, да, завтракать собираюсь. Надеюсь, вы не против, можете позавтракать вместе со мной, потому что мне некогда, я колбаску отрезаю. Да, я ем колбасу, кстати. Иногда. Вот, а то мне писали, что, типа, как же так, вы же худели, как вы можете есть колбасу? Ну, колбаса, это тоже продукт. Я не ем ее каждый день, да, там, и запиваю кока-колой. Газировку я, кстати, не употребляю. Вот, в общем, я к чему? Я тут хотела с вами посоветоваться. Ну, конечно, я уже для себя все решила, но просто поделиться с вами, да, может быть, у вас другое мнение на этот счет. Я вот в связи с этими всеми капельницами у меня как бы график сбился. Ну, я там на работе писала заявление, чтобы у меня с утра был свободный, а потом бы я приходила в районе обеда, и меня рассчитывали уже непосредственно за отработанное время. И весь прикол в чем? Что я очень устала. Знаете, так, наверное, долго будет. Сейчас я перекушу и вернусь. Так, ну что, я вернулась. Самое сложное я съела. У меня остался еще десертик. Ну, не знаю, он достаточно тяжелый. Я, наверное, половинку. Короче говоря, что я хотела вам рассказать. Что в связи со всеми этими капельницами и непонятным графиком сбившимся, у меня как-то стало больше возможности перемещаться по городу. Вот. И я иначе заглянула на свою работу. То, что я с утра до вечера сижу в офисе, я особой жизни-то не вижу. Сейчас чуть-чуть поярче вас сделаю. Вот. Ну, и так, знаете, что, да. Застало ли, стало ли, стало интернет. Там с девчонкой на работе болтали про то, что как сейчас трудно найти работу. Сейчас везде спрашивают практически везде. Вот. Я смотрела просто ради интереса. И почти везде спрашивают справку о вакцинации. Вот. В общем, так я лазила, лазила, лазила и нашла одну интересную работку. Это, так сказать, удаленка. Не прям постоянная. То есть, не лазила там трудовую никакую. Как подработка на удаленке. Работаешь онлайн напрямую с исполнителем, с человеком. Ну, как бы, получается, наниматель, он же исполнитель, он же хозяин. как вам сказать. Я подумала, почему бы нет. Работа онлайн. Иногда на работе сидишь, там вообще тишина. Ну, иногда завал полный. в туалет сходить некогда. Иногда сидишь, ждешь, когда работа появится. Бывают такие дни. вот, в принципе, довольно-таки, ну, есть возможность быть в телефоне. А сейчас такое время, что ты в телефоне постоянно. Ну, ты с друзьями, ты в интернете, на ютубе. Ну, в общем, постоянно ты в сети. Почему бы нет? Можно же попробовать. Я пока подробно не разговаривала, но думаю, что попробуем. Вот. Потом вам, ну, когда уже мы заключим какой-то пакт, да, договоры о работе, и я тогда вам подробно расскажу. Вот. Наверное. Ну, конечно, расскажу. Это ж непосредственно нужно будет. Вот. Так что сейчас я на сколько? 47 минут. Это почти 50. Все, надо закругляться. Последний глоток. И я побежала на 5 капельницы и потом на работу. Вот. сегодня взяла с собой не знаю, как потащу, но мне надоело покупать. в этом вбили вот такая новинка булгур и полба. Уже готовы. И здесь упаковка на, ну, примерно две порции. Вот. Я булгур открыла. Попробуем. Никогда ее не ела. вот. И взяла еще кабачки. Мой принес от сестры по какому-то новому рецепту. Вот. Так что у меня будет такой диетический обед. надеюсь, что он не потечет. Вот. Потому что морковка, она окрашивает вещи и потом не отстираешь. Ну, там и масло и в общем все такое. Вот. так что все. Побежала. Еще вам покажусь, наверное, сегодня. Ну, в течение недели. Друзья, вчера делала кабачки фаршированные. Легла в час. Даже позже, по-моему. Вот. У меня в общей сложности вот так получилось. Это, сейчас скажу, ну, где-то полтора килограмма фарша. Вот. Остатки тут поставила и еще остался фарш. Кубачков так было где-то штук, наверное, шесть таких средних. Вот. И сегодня сейчас уже не успеваю. Хотела сейчас их собрать в пакеты положить. Но уже не успеваю. Это до вечера оставлю. Они еще прилипли, собаки страшные. Вот. В общем, вечером буду убирать. Итак, друзья, как всегда, всем прекрасного доброго утра. Завтраку собираюсь с собой. Положила остатки полбы. Вчера не то сказала. Булгур я оставила, полбы открыла. В принципе, вкусная крупа. И я думаю, проще вот так покупать порцию. Кстати, я поделила ее на два раза. На один раз она очень питательная. Ее слишком много получается. Вот. Половина пачки это прям идеально. И ее, ну, конечно, можно купить крупу, можно сварить. Сейчас договорю. И еще взяла кабачковые оладьи. вчера делала. Ну, и сказал вкусно. Надо, в общем, первый раз в жизни делала оладьи из кабачков. Ну, в общем, тоже решила на обед взять. Вот. И что хотела сказать. Я как-то купила полбу, ну, крупу, по-моему, 400 грамм за 120 рублей. И представляете, оказалось, что оказалось, что вся крупа заражена червем моли. То есть, буквально, я не успела открыть пачку, как оттуда поперла моль. Так что, все пришлось выбросить. 120 рублей. Блин, жалко. Вот. Поэтому, ну, а варить ее, в принципе, достаточно долго. Ее варят что-то около 4 часов. Ну, представьте, это вода, это электричество, это ваше время. Если вы сидите дома, и у вас есть возможность варить полгу, то, пожалуйста, у меня нет такой возможности. Поэтому, вот такой вариант прям для меня. Готовый. Готовая, абсолютно готовая, и только подогреть микроволновки. Очень прикольно. У по весу, 250 грамм. То есть, в принципе, можно на одну порцию, но, вот, как по мне, она очень питательная, знаете, похожа чем-то, не знаю, на что, на перловку. То есть, она вот прям очень, не то, что плотная, но ешь и понимаешь, что ты уже насытился. Поэтому всей упаковки, вот для меня всей упаковки чересчур много, я ее поделила пополам и добавляю что-то овощное. Вот. Я хотела вам сегодня немножко вас развлечь. Во-первых, мы с вами распаковывали Алиэкспресс, я разобралась, что это. Еще мы распакуем с вами сейчас посылочку, которую я выиграла в конкурсе на YouTube. и еще покажу маленький презентик, который мне подарила Виктория с канала, ну, боже, канал раньше назывался одно, теперь другое, я запуталась, я вам ссылку на нее оставлю. И на этот канал, где я выиграла в конкурсе, тоже оставлю ссылочку под виду. Вот. Давайте начнем. Все по порядку. Мы с вами делали распаковку посылки с Алиэкспресс, и я тогда сказала какие-то непонятные варежки, или что это, пакетики, мешочки. Я разобралась. Это мешочки а-ля мочалки. Не знаю, из какой ткани сделано. Написано сделано в Китае. Здесь даже прям лейбл. Видите? Вот. Их три штучки. Они одинаковые зеленые. Принцип такой. Сейчас я объясню. Короче, засовывать туда руку. Вот так вот. Не надо вообще ничего. Не намыливаться. Просто, допустим, вы в душе, вы вся мокрая, или мокрый, да, берете эту варежку и начинаете водить по телу. Она сама выдает какую-то пену, я не знаю, еще не пробовала, и действует как мочалка с мылом, но при этом вы не используете ни мыло, ни мочалку. Вот. Они лежали у меня в этой самой в корзине. Я что-то жалась сто сто восемьдесят рублей где-то за три штучки. Надо ли мне это? Не надо ли? Народ, кто покупал в отзывах, писали, что действительно крутая штука. Но я, в общем, никак не могла решиться. Ну, какая-то тряпка за двести рублей, условно говоря, да, какие-то мешочки, а вдруг вот те, кто пишут, они получили то, что они заказывали, а я получу какую-нибудь хрень. Ну, ладно, думаю, ну, пусть пока лежит, вдруг скидка будет, потом закажу. И тут они мне приходят. Не знаю, как это так получилось. Наверное, продавец решил мне их подарить. В общем, такая вот посылочка я выиграла в конкурсе на Ютубе. Она достаточно плотненькая, уже давно лежит, я вам ее как-то показывала. Помните, когда показывала вам, что у меня очень много накопилось посылок, там, штук пять? вот это одна из них. Сейчас мы с вами ее вскроем. Пришла она мне, насколько я помню, из пензы. пензы. Если я ничего не путаю, не ошибаюсь, по-моему, из пензы. Так, а что я? Вот сейчас, да, пенза. Иришка из пензы, вот канал называется. Все упаковано очень хорошо. Сейчас мы с вами все распакуем. Прям скотчем очень хорошо замотан. Я даже не вижу, где конец. С чего начать? Прям вот правда. С чего начать? Вообще нет ни начала, ни конца. Очень хорошо запаковала. очень качественно. Мой запах такой потрясный сразу из упаковки. Вкратце, там разыгрывались два набора кос... Ну, во-первых, у канала был какой-то праздник. Ну, какой праздник? В общем, канал вырос и она, Иришка, решила устроить маленький конкурс. Я разыгрывалась два набора с, по-моему, сиренью и с жасмином. Так как я большая фанатка жасмина, а сирень при желании я могу себе купить. Ну, хотя сейчас я давно уже ничего не покупаю. Вот. В общем, я решила участвовать и выбрала набор именно с жасмином. Вот. И здесь получается у нас пять предметов. И сейчас я их еще дораспакую. Это у нас средства от Арифлейм и от Фаберлик. Я давно уже не понял... в Арифлейме я 100 лет не заказывала и вообще у меня странная история с ними. Вот. А Фаберлик я как-то знаете, разочаровалась. Я еще не успела очароваться, как разочаровалась. Вот. Как-то так вот вышло. Первый заказ он был не очень удачный получается. Ну, то есть я не поняла как это работает. Я заказывала... Хотела заказать средства для уборки дома и их не было в наличии. А потом только я заказала, то есть была какая-то несусветная скидка, только я заказала, все уже все оплатила и тут мне приходит оповещение, что появились эти товары. А почему они не могли появиться вот вчера? Вот это я вообще не поняла. Что за прикол такой? Вот. И потом еще, когда я получала свой заказ, один товар отсутствовал, я, поскольку был большой список, я особо не обратила на это внимание, а девушка, которая мне выдавала, она проверяла по списку, и она его просто пропустила. Я уже все забрала, уже вышла из здания и стала смотреть, думаю, что-то вроде не хватает, ну, по этому, по чеку. Что-то я так визуально помню, что что-то не хватает. прям в сумке стала проверять, да, не хватает. Пошла обратно, а она мне говорит, ну, вы же уже ушли, так что это типа не в счет. Ну, она мне из своего кармана отдала деньги за стоимость вот этого. Не хватало одного геля для душа. Вот. Так, тут у нас, я так думаю, это дезодорант, который актив инвизи был для черного и белого. У меня такой был, он мне очень нравится. Классный запах, легкий, но это на лето. что, на следующий год. По дате, по дате, по дате, 22-й. Так, следующий у нас идет вот такая вот штукенция. Это на соде по названию гель для душа. Гель для душа. А вкус, не знаю, вкуса не написано. Ой, намочила себе нос гелем. Вот такой нежно-нежно-розового цвета. Пахнет приятно чем-то цветочным. Возможно, что это как раз-таки и жасмин гель black paper. В общем, название вот такое. Я не знаю, что это такое, что это за аромат. Вот внизу. Blue and black paper. Что это за аромат? Кто знает, напишите мне. Вот такой гель для душа. В мои запасики. пойдет. Так, потом мыло Blue Orange and Turmeric. Мыло Арифлеймовское я тоже люблю. Оно очень ароматное и стойкий всегда. Аромат на теле. Просто мыло. Раньше вот, кстати, писали, чем оно пахнет. А тут просто мыло. Мыло. Изменился, конечно, Арифлейм. вот такая масочка от Фаберлик. У меня такой нет. Реактивная маска Патч для лица. Активная профилактика увядания кожи и борьба с первыми морщинками. Повышает эластичность, улучшает текстуру рельеф, мгновенно устраняет следы усталости и стресса, придает кожи гладкость и фарфоровую матовость. Так. Вот тут получается извлеките маску, расправьте, нанесите, подержите 15 минут и снимите. Тут не написано, что она тканевая, но я так понимаю, что тканевая. Это реактивная маска Патч. Попробуем. Такого у меня никогда не было. И еще маленький кремик. Я так понимаю, что это для рук. Крем для рук. Да. От Арифлейм. Да, что они совсем испортились, мне кажется. Просто крем для рук. Не как это, никакой здесь запах, не как этот крем работает. В общем, кремик с жасмином, собственно, ради чего весь сыр бор. Вот. Классно. Так что мои запаски прополнились. Плюс одна масочка и плюс один гель для душа. И плюс одно мыло, и кремик, и дезодорант. Вот. Такой у меня выигрыш. И еще хочу показать вам маленький подарочек. Вот Виктория. Суть в том, что Виктория у меня в инстаграме участвовала в таком экспресс-розыгрыше, розыгрыш одного дня. Я ездила в поездку в город Орел. и в момент пока я туда ехала и пока я там находилась, я в сторис выставляла всякие разные фотки видовые и спрашивала, ну, то есть, нужно было угадать, куда я поехала, назвать город. Вот. И я сначала просто выставляла фотографии каких-то видов, потом я начала давать подсказки, какие-то, в общем, разные там фразы, что-то как-то, в общем, и Виктория угадала с какой-то третьей подсказки, вот, что это город Орел, и я ей привезла орловские пряники и несколько магнитиков из тех мест, где мы бывали. Это была экскурсионная поездка, у меня даже есть кратенькое видео на канале, я вам ссылочку вставлю, вот, и мы с ней наконец-то встретились, я ей наконец-то передала презентик, который она выиграла, то есть я обещала, что тот, кто угадает, получит презентик из этого города. Это у меня уже второй раз в инстаграме проходит такая фишка, экспресс такой розыгрыш, если я куда-то еду, в общем, я решила, что почему бы нет маленький презентик для моих зрителей тоже привезти. И вот Виктория мне презентовала в ответ маленькую такую вот маленький пакетик с подарочками. И в подарочках у нас вот такое сапио. Я, кстати, с ними тоже немножко посотрудничала, только еще не пробовала, как-то некогда все. здесь набор пробничков из масок или из кремов. Сейчас посмотрим. А, здесь всякие штуки крутые для лица, по-моему, для женской, да, крем, серу, это мне пригодится. Огромное спасибо. Мне очень понравилась их серия вот эту вот попробовать и решить, нравится, подходит или нет. Потому что фирма достаточно небюджетная и хорошо, когда ты можешь попробовать и понять, вообще подходит тебе это или нет. Когда ты покупаешь полноразмерную версию и она тебе в процессе вообще не подходит, жалко, как бы она не дешевая. Так, я так понимаю, да, гей для душа вот такой вот с арбузиком, пополнение в мою коллекцию. Так, это у нас ой, этот безумный арбуз. Вот кого распирает от сумасшедших идей, аж трещит. Эге-ге, приятель, ты точно не дашь нам заскучать. Лето внутри, море внутри, солнце внутри, чего у тебя там только нету? спойлер, скука. Дольче Милк, прикольненько, никогда их не покупала, не знала, что такие веселые души, гели для душа. И еще здесь маленькая такая штучечка, вот это я не знаю, чего, надо смотреть, здесь нет описания, я не пойму, какой-то спешл клинсернг гель, но гель для лица, профессиональный уход, вот не пойму, в общем, это очищающее какое-то по ходу средство, судя по моему ломаному английскому, то, что я понимаю. Напиши мне, что это такое. Такой пробничек. Вот. И, кстати, прошлый маленький презентик тоже тестирую, ну, так, как тестирую, пробую, пока еще не все поняла, что мне нравится, но вот с помадой неудачно, цвет совершенно не мой, ну, потом как-нибудь вам покажу цвет, вы мне скажете, подходит или нет. Вот. На этом прощаюсь, допиваю свой кофе, а то очень длинный блок получается, и увидимся в следующем. классно. Субтитры сделал DimaTorzok